Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, это проект Joomla Sensei, шестой урок. Давайте произведем вход в нашу админку. Иногда может всплыть вот такое сообщение. Обновите страницу, и сообщение исчезнет. Вот еще один момент, смотрите, видите такой замочек, да? В принципе, ничего страшного. Это у нас заблокировала статья, если мы не сохранили, когда редактировали что-то в статье, и, например, выключили компьютер. Можете кликнуть по замочку, материал успешно будет разблокирован. А в этом уроке я хочу с вами поговорить об отображении статей на самом сайте. Если мы с вами перейдем на сайт, у нас есть с вами автоматически созданная страница Home или Главная. То есть об пунктах меню мы поговорим еще в следующих уроках. То есть статьи выводятся посредством пунктов меню в Joomla. Но мы сейчас с вами выведем наши статьи на главную. Чтобы статьи отображались на главной странице, нужно напротив статьи поставить вот такую звездочку, просто кликнув по ней левой кнопкой мыши. Я хочу все три статьи разместить на главной странице, сделать их избранными. Поэтому я кликаю по верхнему чипбоксу, чтобы выделить все статьи. И вот здесь вот есть кнопка «Добавить в избранное». Кликнув по ней, видите, наша звездочка напротив статей стали такими желтенькими. И сообщение. Три статьи отметились как избранные. Теперь мы переходим на наш сайт, на фронтальную его часть и обновляем страницу. И что мы видим с вами? У нас с вами статьи разместились. А смотрите, почему так? То есть, смотрите, у нас есть три статьи. Первая статья идет вот такая большая, а потом идут две статьи в две колонки. Просто по умолчанию в настройках пункта «Меню главное» такие настройки выставлены. Когда мы будем с вами проходить пункты «Меню» и их настройки, мы с вами разберем все эти моменты и сделаем так, как нам нужно, чтобы выводили статьи. Сейчас я хочу поговорить с вами об отображении статей и что мы можем здесь отключить или включить. Обратите внимание вот на эту область. Здесь показано, кто автор, категория, опубликовано когда и сколько просмотров. Также кнопочка «Подробнее» мы сегодня попробуем изменить. Видите, здесь надо сделать просто подробнее, без заголовка статьи. По умолчанию заголовок статьи также добавляется к кнопке «Подробнее». Также вот эти кнопки «Печать email» попробуем отключить. Давайте зайдем в саму статью. В статью можно зайти по заголовку или по кнопке «Подробнее». Также можно сделать в Joomel, чтобы заголовок был не кликабельным, а была кликабельна только кнопка «Подробнее». Помните, мы с вами делали метки в статьях? Сейчас я вам напомню. Захожу внутрь статьи. Вот видите, вот они, метки. Метки у этого шаблона, они располагаются в таких синих лейблах, наверху, над картинкой. Посмотрите, у меня три статьи. У них похожие заголовки. И в каждой статье есть в заголовке слово «Виджеты». Если я кликну по тегу «Виджеты», у нас сортируются все статьи по этому тегу. Это очень удобно. То есть человеку может быстро просмотреть, какие есть на этом сайте статьи с данным тегом. Также есть поиск по тегам, сортировка, как отображать список тегов, если их много. Также у нас на главной выводятся хлебные крошки, о которых я немного говорил. Они вот здесь у нас внизу. Это модуль. Поговорим о нем позже, когда будем изучать модули. Также по умолчанию модульная позиция авторизации у нас стоит. И модуль меню. У нас создан автоматически только Home, главное. Есть кнопка наверх. То есть это прокрутка наверх. Просто сайт маленький, поэтому не прокручивает. И копирайты. Также это мы все с вами в будущих уроках разберем. И заголовок «Тест». Кликаем «Home» на главное. Переходим. Так, ну и давайте разбираем сами вот эти вот настройки. Закрываем статью. Смотрите, есть глобальные настройки. Они применятся ко всем статьям сразу. Давайте сначала начнем с них. Так, вы должны находиться в менеджере материалов. Здесь есть кнопка в самом углу, вверху справа настройки. Заходим сюда. Мы сразу будем смотреть на главную. Смотрите, давайте пока просто будем отключать то, что нам не нужно. Вот я не хочу, чтобы выводился, например, автор. Посмотрите, мы зашли в настройки. Здесь куча еще вкладок, да? Нам нужен просто вкладка первая «Материал». И мы здесь читаем. Прокручиваем ниже. И вот смотрите, видите, автор. Кнопка у нас стоит «Показать». Мы кликаем «Скрыть». И нажимаем «Сохранить». Идем на сайт и обновляем страницу. У нас автор скрылся на всех статьях. Видно, да? Нет его больше. Таким же образом давайте скроем категорию. Вот в начале списка категория. И категория как ссылка. Вот давайте просто категория как ссылка нет. Сохраняем. Обновляем сайт. Категория, видите, в видео теперь не кликабельна. То есть можно очень тонко настроить вот эти вот моменты. Теперь категория «Скрыть». Дальше что нам еще нужно сделать? Давайте оставим только просмотры. Опубликованную тоже уберем. И вот смотрите, заголовок давайте сделаем некликабельным. Чтобы человек мог перейти внутрь поста или внутрь статьи. Только после нажатия на кнопку «Подробнее». Вот смотрите, заголовок. Можно тоже скрыть, видите. Заголовок как ссылка. Нам не нужна ссылка, мы убираем. Вот дата публикации «Скрыть». Вот смотрите, показать заголовок вместе с «Подробнее». Вот здесь мы делаем «Скрыть» и «Показать подробнее». То есть мы вообще можем эту кнопку тоже отключить. Давайте сохраняемся. И вот посмотрите, как все хорошо. У нас столько просмотра остались. Заголовок некликабельный. И кнопочка «Подробнее» у нас. Видите, как красиво теперь смотрится. Все у нас получается. Вот это такие важные моменты. Теперь вы понимаете, как можно настроить статьи. Такие вот важные моменты. А дальше, если мы что-то с вами не затронули. Здесь все по-русски. Можете просто подключать, повключать. Вот, кстати, метки можно скрыть, видите. Внизу сам. Здесь ничего сложного нет. Теперь вы знаете, как и где это настраивается. Следующая вкладка. «Форма редактирования». Также можете здесь поизучать все. «Категория». Вот смотрите, давайте здесь посмотрим. «Выбор макета». «Блок». «Список». Смотрите, давайте попробуем выбрать список. И сохраняем. Мы с вами список не увидим, потому что я отключал категорию. Я категорию сейчас включил. Вот смотрите, мы сейчас находимся на главной. Если кликаем на категорию, у нас, видите, списком. Просто одна статья. Если их будет много, список будет тянуться вниз. Здесь «Просмотры». Если мы кликнем по заголовку, мы также попадаем в ту же новость. Просто можно так настроить, чтобы в пункте меню, когда мы будем проходить пункты меню, мы можем вывести вот прям список категории вот таким списком. Если здесь возвращаем блог, сохраняем, обновляем, то у нас в виде блога также остается все. Домашним заданием вам будет эти все настройки изучить. Не поленитесь, почитайте, попробуйте повключать, повыключать. Поверьте, вам нужны эти знания, чтобы они у вас сейчас закрепились. Итак, возвращаемся на вкладку «Материалы». В самом конце давайте попробуем отключить вот эту вот вещь «Печать e-mail». В самом низу показать иконки. Вот скрываем, иконка печати, иконка электронной почты. И сохраняемся. Обновляем страницу. Вы сейчас видели, у нас исчезла вот эта иконка, ненужная. Вот таким вот образом все это делается. Оставили категории просмотра. В принципе, в этом уроке все, что я хотел показать. Я вам рассказал, как настраиваются элементы самих статей, как выводить статьи на главную страницу, сделав их избранными. В следующих уроках мы научимся создавать пункты меню различные и выводить статьи в другие пункты меню. Поэтому это очень легко. Если я что-то подзабыл рассказать вам, то обязательно вспомню и дорасскажу вам в следующих уроках. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла или вы уже матерый веб-мастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном – это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...